31 год назад грянула самая крупная в мире техногенная катастрофа. В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиационному загрязнению подверглись десятки тысяч квадратных километров территории Украины и сопредельных государств. Около двух миллионов пострадавших человек, десятки погибших. Сегодня предупреждению и прогнозированию техногенных аварий в России уделяется много внимания. В Мурманске состоялась научно-практическая конференция. В Мурманской области очень много потенциально опасного производства. Есть химическая промышленность, атомная и огромное количество военных объектов. Чтобы избежать возможных рукотворных катастроф, за всем необходим неусыпный контроль. Для прогнозирования и предотвращения техногенных ЧП региональный МЧС уже давно пользуется специальной системой мониторинга. У нас есть автоматизированные системы, которые позволяют вести наблюдение за объектом. Такие, как автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Такая система, как сегодня, вы может быть уже слышали о том, что у нас впервые в нашей стране и в нашей области создан фрагмент опытного района предупреждения незаконного провоза радиоактивных материалов. Достоверность такого прогнозирования 98,5%, говорят сотрудники МЧС. Правда, от них зависит далеко не все. Например, предсказание техногенных катастроф в Североморске зависит от тех данных, которые предоставляет Министерство обороны, от их оперативности и точности. Здесь есть организованное взаимодействие с ними. Но есть и те моменты, когда их руководящими документами, предоставление той или иной достоверности той информации идет с большой задержкой. На конференции присутствовали не только чиновники и сотрудники МЧС, но и ученые, а также экологи. Такие мероприятия, позволяющие специалистам обсудить наиболее острые вопросы в Мурманске, проводятся уже в седьмой раз. На сегодня ситуация в Заполярье благоприятная. Техногенные аварии нам пока не грозят, резюмировали участники конференции.